добрый вечер мы начинаем на этой неделе новых умаж четвертых умаж помид бар и он начинается в принципе класс красиво афория все шикарно народ израиля стоит станом вокруг мешкана питается маном нету никаких на него напасти народы не угрожают все у него хорошо может заниматься торой никто ему не мешает и так далее и на фоне этого сейчас мы поговорим об одной теме которая очень острая которая поднимается как раз на вот этой фоне идиллии сейчас мы заметим ее я продолжу дальше описать сначала идиллию а потом покажу быть что вот какие тоже называется не очень приятные аккорды появляются в этой идеи вроде бы в тексте и на фоне на этих не очень приятных аккордов мы в конце концов разберем очень важную тему назовем эту тему почему детям уши не указал точнее не продолжили но и вообще то есть все что с ним связано окей и так мы сказали идиллия шикарно афория народ израиля стоит станом все хорошо все замечательно кушает ман нет опасности потому что равьол бенун кстати равьол бенун один из учителей которых я учился который преподавал преподает до сих пор в ешиве который является учителем моего учителя в танахе он говорит что в принципе книга бамид бар продолжает книгу шмот воикра это как бы такой отход по законам и он проходил на горе синай карамбан объясняет что все что говорилось книги воикра в основном говорилось на синай поэтому нужно было определить сказано чтобы то есть буэль амуэль все остальные то что происходит в скине завета а не в самом с синайской горе в любом случае мы оттуда можем уже видеть также связь народа израиля со всевышним в этой состоянии и там в конце самом конце книги то есть шмот сказано следующих и покрыло облако шатер соборный слава господь напомнила скинью и не мог маша войти в шатер соборный потому что я сняла его облако и слава господь напомнил скинью когда поднималось облако скинью тогда отправились в путь сына израиля во все странствия свои если не поднималось облако то и они не отправлялись доколе она не поднималась ибо облако господня было над скинью и днем и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома израиля во всех странствиях их окончание книги шмот таким образом что мы видим мы видим очень красивую хорошую вещь у нас и отношения с народом израиля со всем международом израиля всевышним шикарный облако всевышний находится там конце концов книга шмот закрывается тем что после всех проблем с грехом золотого тельца уходом всевышний ангелы пошли и так далее всевышний находится внутри стана все замечательно налаживается все отношения более того народ израиля на этом этапе находится очень близко уже конечному пути конечному то есть пути назначения они уже в принципе сейчас стоят перед синаем построились в лагерь по флагам своим и теперь вперед еще неделька плюсы мы уже в земле израиля скоро скоро входят это мы видим дальше то есть мы зайдем то есть чуть дальше копнем то есть главу балов х то там как раз это уже описывается это приблизительно то есть как бы так вот начнем с 12 стиха немножко скоконем потом дальше то есть происходит и подняли сына израиля и походы свои из пустыни синаиской и остановилась облако в пустыне паран то есть да вот мы на синае стояли двинулись паран и поднялись они в первый раз по указанию господни мудан через муша и двинулись знамя стана снов еуды впереди по ополчением их то есть как они выстроились а на дополчение в их нахшон ценами на дабы на ополчением колена снова из сахара и так далее и так далее и так далее описание этого и над войском сына ашера то есть в принципе стан двинулся то есть да ваша идет в паран и и приблизительно то есть чуть 28 и вот порядок похода основа израиля по ополчением их так двигались они и сказал ему шеху вабу сыну руелю медианитяне тесте маше мы отправляемся в то место которым господь сказал его дам вам иди с нами и мы сделаем тебе добро и пообещал благополучие израиль но он сказал ему не пойду а на свою землю и на свою родную верну сказал тот не оставляй же нас потому что ты знаешь условия стоянок наш пустыни будешь нам глазами вот и пойдешь с нами добро кто сделал нам господь и так далее и так далее и смотрите отправились они от горы господь на на три дня пути ковчег завета господь шел перед ними три дня пути чтобы смотреть и место отдыха они уже были готовы войти то есть уже разговор с мушес вот двинулись разговор мушес и тро то есть судя по если мы идем по по порядку как идет салах говорит вот скоро входим то есть принципе все шикарно ман готова стан с богом прекрасные отношения скоро входим и так далее и вот именно здесь возвращаясь именно к нашей главе в начале книги главы книги бамидбар то есть глава в главе бамидбар есть вот этот вот неприятный аккорд какой и он звучит следующих стихах а вот родословие аарона и муше когда говорил господь с муше на горе сина и вот имена сынова аарона первенец надававиу лазар и тамар это имена сынов аарона священников помазанных которых он и полномочил священно действовать и умерли надававиу перед господом когда они принесли огонь каждый перед чужды перед господом в пустыне синай а детей нет не было и священодействовали и лазар и тамар при ароне отца отце своем все обратите внимание здесь описывается родословная аарона и муше и описываются только сыновья аарона сыновей муше не слова тишина нету только сыновья аарона хотя описывается словно аарона и муше это очень странно а куда дети муше делись если ты же описываешь родословную мы знаем у него есть два сына или лезер и гершон где они рамбан конечно отвечает тут на вопросы говорит что смотри там чуть дальше если их описание то есть да чуть дальше сказано и сказал господь муше говоря приведи колено леви поставим надо аарона священников до прислуживания ему и дополняет они обязан за него и так далее и так далее и так далее и там уже начинает описание левитов а муше рабей ну он часть левитов он сейчас колено леви и там также вот уже упоминается его отец то есть да и так далее но это потом но все равно тут проблема почему рядом то есть описываются сыновья где сыновья муше не потом когда уже приводят левитов чтобы не служили вместе с аароном и так далее описывается там семья не только отца муше амрама но и другие скажем так дети левитов и поэтому раша не зря приводит здесь сразу слова которые говорят наши мудрецы это митраж это митраж который приведен в трактате санэдрин раша говорит в этот улдот аарон ве муше то есть это родословная аарона муше ве иномаскира лебне аарон и не упоминается это только сновья аарона наши мудрецы заметили что есть проблема в некрасу лудот муше они называются родословной муше почему лефиши ламдан тура почему они называются сыновьями то есть родословной муше потому что он учил историю то есть он сыновей аарона учил тори это учит тому что человек который учит своего ближнего тори он как будто его породил как будто его отец вот и это слово то есть получается от решения раши базируясь на наших мудрецах что аарон дети аарона тоже являются родословной муше как через учение тут эти вещи то есть очень сильно скажем так получает еще больше акцент то есть именно вот этот вот аспект то есть да что они как бы его родословно потому что он их учил введение рамбома в мишне тура в мишне тура описывает что и лазар и пинхас то есть да и лазар и пинхас и лазар это сына гарона пинхас это его внук были махахмэгами сура то есть они были из мудрецов передачи традиций которые продолжили муше то есть это и сын агарона и лазар и внук агарона пинхас вот как сказано там в элазар мы пинхас вегиошуа то есть иошуа бену на место шло штан киблюми муше то есть они втроем получили от муше элазар сына арона куэна пинхас сын лазара и иошуа бенун который заменил потом уже и до сих несмотря на все это до сих пор есть трагедия такая трагедия есть допустим у царя давида была жена михаль михаль была бесплодна по этой причине она удочерила установила детей своих своей сестры миров то есть да и как бы и они называются тоже ее детьми то есть дети михаль хотя у него детей не было она блажной царя давида у муше были дети мы сказали гиршом и или эзер и несмотря на все это они его не наследовали если лазар есть пинхас есть иошуа бену но не его родные дети особенно это заостряется на это внимание очень сильно то есть скажем так бросается в глазах на фоне того что его брат да сделал родословно у него да есть сыновья которые продолжают коины они основатель так называемый колено коины сейчас колено левитов но это коина отдельно они передают традицию они передают изучение торы который принял мушек у мушек этого нет и действительно кстати наши мудрецы понимают стихи стих то есть да это когда мушарабейну получает то есть сообщение что он умрет и он просит всевышнего чтобы он и чтобы он я сам открою это в главе пинхас он просит всевышнего то есть назначить заместителя то есть фраза звучит так на русский язык переводится да назначить господь бог духа всех людей мужа над этой общиной то есть так просит мушарабейну иначе мудрецы объясняют это раша тоже приводит в комментарии там что это была просьба мушарабейну чтобы всевышний назначил его сыновей его наследников говорит то есть раши приводит это там евко да шем то есть да назначил из-за того что услышал мушек что сказал ему всевышний дай надел цалфахада его дочерям то есть да там был рассказ перед тем как дочери цалфахада пришли и сказали все получили надел а у нашего отца который ушел то есть нету сыновей получается он останется без надела и всевышний сказал дать дочерям цалфахада надел а это раз ты это сделал сказал пришел пришло мой час то есть мушек сказал что я попрошу и для себя чтобы мои сыновья у наследовали то есть мое положение сказал ему всевышний не так было в задумке моей достоин он Йошуа взять плату за то что он что он был постоянно с тобой что он от тебя не отходил что он никогда не выходил из шатер-шатра он был постоянно рядом с тобой и это то что сказал Шлумо Мишле имеется ввиду но царты она юхаль прият то есть тот кто будет окучивать так скажем так инжир тот и будет есть его плоды кстати то есть получается всевышний сообщает Мушерабейну дорогой ты не твои дети не продолжат тебя не будет но все становится еще хуже какое еще хуже наши мудрецы это Баба Кам Баба Ватра они приводят что дети Муши не только не унаследовали Мушерабейну но еще стало все хуже внук Мушерабейну был никем иным как священником служащему то есть идолу мехи это в книге Шофтем как говорит Гмаратан Векили Вишмо то есть да там сказано что это Левит был который стал служить то есть да разве его зовут Леви то есть да тот который стал священником для идолов мехи ведь его имя Йонатан как сказано Йонатан сын Гершом сын Минаше то есть это уже сказано в другом месте то есть что Йонатан сын Гершом сын Минаше и его сыновья были священниками у колена Дана и действительно это в рассказе про Фессель Меха про идола то есть колена Дана забирает его служителем то есть священником у них сказал ему ответил и по-твоему это сын Миноше? какой сын Миноше? Миноше это царь иудеи намного-намного-намного позже то есть Миноше он был уже сыном царя Хискиял он же сын Миноше он же сын Моше то есть Гершом был сыном Моше то есть получается что тот кто был священнослужителем для идола это был внук Моше Рабейну Юнатан потому что он делал действия которые делал Миноше Миноше был очень большим грешником как царь он служил другим богам убивал и так далее вообще полностью разрушил увел народ от служения Всевышнего полностью так как он сделал действия которые делал Миноше поэтому его приписали потом к Миноше а не потом к Моше потому что явно не его дедушка то есть что мы видим они не только его продолжают а они то есть хуже еще но самое страшное что народ Израиля тоже Моше не признает то есть начинает на него смотреть скажем так недостаточно скажем так ценят его и уважают как полагается и это тоже происходит Гмараф Татасанедри нам рассказывает об этом рассказывает что когда народ начал в голове коров то есть наезжать наезжать на Муше что он такой нехороший и так далее говорит то есть да и услышал Муше и упал на лицо свое говорит Гмараф что он услышал то что они ему сказали сказал раби Шмуэль бар Нахмане от имени раби Йонату что что подозревали в отношениях с чужими женами вот так лично его как сказано как сказано и ревнование к Муше в лагере то есть ревность появилась какая ревность сказал раби Шмуэль бар Ицха это учит того что каждый и каждый из них то есть да ревновал его жену к Муше то есть они считали что его их жены то есть да с Муше там фильтруя вылетело из головы флиртуют флиртуют короче что они там с ним какие-то разводят манцы вот как говорили в Одессе как сказано Муше поставил палатку вне лагеря это когда они велись отвратительно они подозревали что он специально это поставил вне лагеря как видите то есть народ израиля тоже не очень хорошо ведется на Муше рабы то есть затем подытожим у нас печальная картина с Муше рабей но человек который отдал все народу израиля его сыновья не только его не наследуют не только они продолжают его путь они вообще там далеко уходят его внуки далеко от него и даже народ израиля тоже недостаточно скажем так выдает ему достаточно то есть на пустом месте его подозревает и недостаточно выражает ему уважение которое он заслуживает попробуем ответить то есть объяснить эту трагедию что почему что и как и начнем с очень интересного вещи которая говорит наш мудрецов в тракте над рынком гоморал в тракте и на базе этого то есть мы скажем четыре ответа дадим гоморал в тракте над рынком говорит очень важную вещь вообще во многих аспектах связанная то есть с лидерством и так далее говорит гоморал так это последние делова то есть это 81 лист то есть почему из мудрецов торы не рождаются мудрецы торы почему из мудрецов торы не выходит мудрец торы сказал равйосеф чтобы не сказали что тора им наследит то бишь происходит интересный момент такое явление которое описывает гоморал и задает по этому вопросу у мудрецов торы их дети не такие они становятся мудрецами торы не продолжают путь своих отцов почему ответ на то чтобы не сказали что это наследие то есть есть скажем так смотри есть природное явление есть такое нормальное природное явление что дети раввинов и дети лидеров больших и так далее сильно затрудняются скажем так продолжить путь своих отцов очень часто вот это вот наследие так называемое вот это вот которое падает их наследство на них хочется и надать и оно им очень тяжко на них и они очень часто не могут с этим справиться некоторые пытаются подражать отцу и это плохо выглядит я не буду приводить примеры даже среди раввинов такие примеры есть когда вы дети достали раввинов пытаются подражать отцу вместо того чтобы предоставить это очень плохо будет более это то есть к тому что иногда очень тяжело а иногда можно сказать что очень мало внимания уделяют раввины и лидеры своим детям они слишком много заняты другими но в любом случае тот самый главный момент другой поднимается то есть мы еще вернемся к этой гморе но момент который поднимается в ответе во всяком случае то есть можно на эту гмору еще дать много-много ответов на этот вопрос но один то есть ответ который на гморе это чтобы не сказали что это им наследие то бишь что очень важно чтобы именно человек который не является сыном Моше унаследовал его почему это архиважно чтобы никто не мог сказать что в изучении Торы то что определяет это разословное а не усилия и то что называется отмада то есть усидчивости то есть поэтому тот кто не выходил из шатра и не отходил от Моше в изучении как Иошо Бенон несмотря на то что он не часть рода он не родственник он даже не с того колена то есть он наследует Моше как лидер и передающий дальше Тору и традицию и учащий народ Израиля а не его дети это очень важно это то правило которое говорят наши мудрецы Мамзер Талмит Хахам Кудемли Коэн Гадоль Амга Аретс то есть незаконорожденный Мамзер который мудрец Торы он стоит раньше чем Коэн первый священник который является невежный несмотря на то великое то есть несмотря на то что Мамзер есть проблема с родословной а у первосвященника есть ого-го какая родословная то что определяет это другое и это в Торе чтобы никто не мог сказать что Тора передается по наследству Тора не наследство то есть она наследство народа Израиля всего и поэтому будет лидером будет раввином только тот кто прикладывает усилия а не тот кто родился в такой семье это то что пытается это первый ответ почему все вышли сделал так что его дети не будут наследовать второе уна то есть в книге Жабамидбар уна то есть не у нашей голове но там дальше говорится гаиш муше анав ме одми коля Адама шерпне Адама и человек муше скромен больше то есть очень скромен больше чем любой человек на земле поэтому именно на фоне того то есть на вот этом таком ярком фоне того что Мушера Бейну и здесь Мушера Бейна не продолжают его и его задачу выделяется именно тот аспект что Мушера Бейну вложил воспитание и в развитие сыновей Агарона именно больше почему потому что он видел задачей заботиться о народе Израиля а не о себе мы сказали он иш анав ме од то есть да он очень скромный человек он свое я вообще не заботит его заботит нужды народа Израиля и так далее для этого ему нужно было вложить агарон его дети должны продолжать передачу Тору чтобы быть священником так избрал Всевышний поэтому их нужно научить на максимум и поэтому он вложил в них больше времени и усилий чем собственно детей это было вам важнее поэтому они не уследуют потому что они не продолжают он занимался другими по этой причине Мушер то есть да его именно пророчество это то что делает его выше всех это то его особый аспект его скромность его прочность и так далее а скажем так можно сказать что на поле воспитания он потерпел фиаско это кстати то же самое что происходит очень часто было я видел это ни разу ни два даже у преподавателей учителей и в Советском Союзе это часто и так далее дети становятся очень скажем так проблематичными несмотря на то что они как учителя воспитали кучу достойных граждан достойных людей очень больших людей потому что нередко учитель вкладывает больше сил скажем так в учеников чем он вкладывает собственных детей у меня есть рассказы когда жены раввинов еще рассказы я про себя могу рассказать звонят что есть один большой раввин которому жена периодически звонила когда его дети еще маленькие были и говорила что правда ты занимаешься народом Израиля и так далее и очень много для того чтобы фигать быть лидером и так далее то у тебя тут дома есть несколько мелких народа Израиля им тоже нужно лидер который бы их двинул куда-нибудь вот типа намекая на детей вот и это есть такая проблема и это то что происходит Мушер Абейн он меньше собой занимался своей семьей и так далее он больше занимался народом Израиля и так далее поэтому вкладывал кучу времени в Аарона и его потомка это еще одно объяснение почему Мушер Абейн его дети не наследуют еще одно объяснение связано со стихом следующий тоже снова у нас в нашей книге Бамидбар но это находится в другой главе это находится в главе Балутха когда Мушер Абейн возмущается и говорит я породил этот народ я его забеременел я его породил что ты скажешь мне неси его на руках своих как несет нянька своего кормить от него на этой земле на эту землю которую ты поклялся отца давайте я плохо перевожу на ходу мне русского не хватает я лучше возьму открою перевод это глава Балутха разве я носил во чреве весь народ или родил я его что ты говоришь мне неси его в лоне твоем как носит песку грудного младенца в землю которую ты клятвенно обещал отцам его то есть Мушер Абейну говорит что он кто он лидер всего народа Израиля я родил Мушер Абейну я их несу как человек который их породил таким образом получается если Мушер Абейну он лидер всего на Израиля то тогда мы все его продолжатели мы все его родословные с точки зрения его наследия тогда ему не нужно строить собственную родословную то есть его собственную династию мы есть его династия потому что его идея которую несет это наследие духовное всего народа и мы несем дальше то есть мы есть его наследники поэтому это весь народ не надо обозначать каких-то особых людей это вот такой более оптимистичный ответ и последнее четвертое что можем сказать это то что говорит Раши так же говорит то есть когда начали возмущаться а что это он жену оставил и так далее помните его брат с сестрой а он сказал приводит Раши говорит что он хорошо это сделал почему потому что к нему раскрывается Всевышний то есть постоянно и нет четкого времени для разговора то есть он не может извините меня быть короче он всегда должен быть начеку и он не может быть женщиной ему нужно всегда быть чистым с точки зрения чистым от извержения семени и так далее ему нужно говорить со Свевышним в любой момент поэтому он отошел от жену что мы можем из этого выучить Моше сам решил что он больше не будет со своей женой то есть не будет с ней иметь никаких физических отношений Всевышний на это согласился он нашел что-то правильное решение что это значит что Моше пришел к такому уровню что в принципе он уже не был не относился никаким образом к понятию семья и к понятию интимные отношения семейные отношения и так далее он стал уровнем выше мы туда не учим то есть мы не приучаем никого туда мы никому не говорим туда идти было во всей истории еврейского народа ровно два человека которые дошли до этого уровня и мы не учим такими быть но есть такие люди которые такими будут есть было два человека тамушарабейн и Беназай Беназай который не смог жениться киноком мы знаем Беназай рассказ про него он не хотел жениться потому что он сказал что он женат на Торе он не может ее оставить по этой причине он не сможет выделить никакого внимания своей жене поэтому это издевательство и как бы у него была попытка неудачная с брака он женился то есть как бы рассказывает что он да женился на женщину на девушке и так далее и в первую брачную ночь то есть он сказал ты иди поднимай иди там в спальню я сейчас подойду хочу чтобы поучиться и подойду утром она ему вышла он проучился всю ночь так не зашел в спальню он просто не обратил внимания что время все прошло что у нас отступило утро вот и он сказал не это дело не для меня то есть ты будешь всегда такой вот так оно всегда будет мы этому не учим но это есть такие люди то есть да в любом случае то есть мы видим несмотря на ступень мы видим что может быть вот эта вот ступень до которой он дошел она очень высокая она дико в принципе он если мы берем Рамбом то Мушер Абейн как умер он не умер то есть он умер физически но что имеется ввиду у него произошло отделение его духовного его души от тела каким образом он растворился во Всевышнем он нашел на таком уровне высоты что он то что говорит Рамбом он растворился в активном разуме то есть это просто высочайшая ступень он то есть был на таком уровне над всеми на таком что в принципе по-настоящему выходит что он отсекся уже от этого мира и понятно что он не мог воспитывать как полагается своих детей он не там он далек естественно если он не может воспитать детей которые они не могут его наследовать в его задаче и поэтому может быть и произошло то что они скатились в конце концов до того что его внук уже был священником для этого поклонства то есть можно дать вот такие вот вообще проблема Мушера Бейна кроме того что мы скажем есть положительные вещи то есть показать что Тора не определяется наследием Тора определяется упорством и учением также такой аспект что мы все его потомки продолжатели его то есть ему не нужна особая родословная то есть как бы все продолжаем его факел есть все равно вот эта вот проблема то есть да почему из мудреца выходит мудрец и потому что когда человек уходит то есть заняться народом Израиля или поднимается на какие-то особые он меньше вкладывает время в своих детей и таким образом эта проблема это большая проблема Мури Вороби Рава Рунлих точно Захар Цедик Левраха был очень-очень сильно чувствительный к этой проблеме и по этой причине для него это была святая святых семья несмотря на то что он был главой Ишивы очень занят человек который посвящает все свое время свободное и не только свободное изучению Торы он он был таким педантом с точки зрения времени для семьи и когда он был с время то есть когда он был с семьей он был не то с семьей без всяких то есть ничего то есть он и семья он очень-то сильно то есть был ужин обязательно ужин с семьей он игрался из фотографий это просто было поразительно человек который гений в Торе который правил все в Тор с другой стороны когда он становился папой он становился папой на 100% более того его дети Равмоши то есть у него рос Шива который тоже у него все дети вышли большой мудрец он расскажет что они когда учились в Шива Тихони они учились на Тиммэре аравлисты там был глава Шивы он раз в неделю он так получил что они два брата были одновременно то есть в Шиве с один классом ниже он приезжал каждый раз в неделю и уж занимался с ним в Бэтмедраш внутри то есть в Шиве в который они учились и у них начали спрашивать то есть там соученики а твой папа точно глава Шива ваш папа а то что у него время есть называется к вам приезжать тут каждую неделю с вами сидеть более того дети все рассказали когда были его когда он умер когда были речи его дети рассказали что он в Шаббат учился с каждым из детей он не спал вообще днем у него было время для каждому ребенку учился с мальчиками девочками он учился он всегда выделял время это он это было для него святое то же самое было у Рава Металя Рава Металя кстати у Рава Металя не было кабинета в квартире идеологически его кабинет это стол стоящий в зале почему рассказывала его дочь потому что говорит мы играли в зале нет такого что папа учится мы его не видим он сидел учился мы игрались причем можно было подбежать ему помешать с дурацким вопросом с любым это рассказать про то как было в школе он внимательно слушал он говорил это у него была феноменальная святоточность он оставил то место где он учился поговорил с ребенком полностью отдавшись к этому и возвращался к тому месту где он учился это тоже феномен более того Рава Металя это я помню когда он делал хупот или приходил на свадьбу ему просили если он может остаться он говорил я не могу остаться у меня семейное торжество каждый раз это семейное торжество это имелось ввиду ужин с семьей это железное правило ни на какие свадьбы он приходит на хупу и уходит потому что у него семейное торжество он может торжество каждый день с другой стороны у Муши Рабейна этого не получилось это проблема многих раввинов и лидеров это когда спросили Равшаха у Равшаха известно что один из его сыновей скажем так не совсем продолжил по пути отца и в религиозном уровне тоже и Равшаха спросили как так получилось Равшах величайший глава Ишивы Поневич лидер литовского движения и так далее который там ух поколение воспитал как так что его сын это он сказал очень просто он говорит он объяснил кстати вот эту гмору в тракте над арим который упоминал почему мудрецов торже не выходит сыновья мудрецами торже он объяснил очень интересным способом он сказал что как раз мудрецы торы выходят у простых людей почему простой человек говорит что происходит простой человек уходит на работу он работает не занимается торой он приходит вечером домой его сын в это время когда он работает находится в школе или там в какой то месте он приходит то есть вечером папа приходит домой ребенок видит папа пришел домой но папа же тору не учил нужно хоть что-то получить и папа идет сидится что-то учителя идет учиться в синагогу на дофьеме что-то не на много но хоть что-то что видит сын что папе важно изучение торы даже когда он работает он устает и так далее и он видит папу учащего тору дома говорит глава ешивы его работа целый день учить тору преподавать тору поэтому когда он возвращается домой когда его дети дома он хочет вообще узнать что в мире происходит и он открывает газету почитать так говорил ровшах чтобы узнать вообще мир то есть где находится что происходит чтобы не быть отключенным от мира что видит сын главы поколения или главы ешивы когда он видит папу дома папа читает газету это естественно влияет потому что личный пример оно очень сильно влияет на воспитание детей и это то что мы должны то что у Муша не получилось то есть по той или иной причине если мы берем то что сказано в Гмаре в трактате Найдарим или с других мест то что мы видели когда мы говорим что Муша Рабейну недостаточно уделял времени своим детям по той или иной причине это то что должно научить каждого человека вообще который занимается даже не обязательно раввина человек который занимается если он хочет чтобы дети продолжили духовный путь чтобы они развивались духовно и так далее он должен быть примером если отец приходит домой и садится за компьютер играться или за телефон или за телевизор и дети не видят отца изучающего Тору в доме делающий шаббат то есть когда за шаббатным столом говорят не о политике о сплетнях и так далее но говорят еще слова Торы если этого не будет слов Тора и так далее у него ребенок будет играться в компьютер и так далее ничего духовного из этого не выйдет и у него он не будет сможет потом бегать и плакаться что а почему так вышло поздно потому что ребенок впитывает личный пример потому что если ты сам этого не делаешь сам в это не веришь и очень важная вещь уделять детям внимание как говорил глава Ишива теперь глава Ишива там где учился Равгий он тогда был просто преподавателем когда мне учился глава Ишива один из глав Ишива он говорит потрать на своего ребенка 10-15 минут когда он маленький чтобы потом часами не бегать когда он вырастет это самая важная то есть идея которая поднимается из нашей недельной головы на этом мы сегодня заканчиваем кто слушал в записи всего хорошего до новых встреч увидимся